Всем привет, ребят, меня зовут Андрей Крейсберг, вы наверняка знаете, я продаю на Амазон порядком 10 лет. И что вам не говорят про продажи на Амазон? В этом видео, прямо сейчас, ребят, я вам раскрою все секреты, подниму темы, касающиеся бизнеса на Амазон, и на что конкретно нужно обращать внимание, и про что вот банально люди вот не рассказывают, вот коучи, менторы и так далее, вот именно вот внутрь самого бизнеса, и на что стоит обращать внимание, да? Перед тем, ребят, как мы начнем это видео, пожалуйста, поставьте палец вверх прямо сейчас, это очень важно. Также покомментируйте слово гайд, внизу в комментариях вставляйте слово гайд, если вас интересует пошаговый гайд о заработке на Амазон. Совершенно бесплатный гайд, приватный гайд, 30-минутный степ-бай-степ пошаговый инструмент для начала собственного бизнеса на Амазон. Итак, про какие вещи вам гуру, можно даже так сказать, я не люблю слово гуру на самом деле, ребят, я себя не считаю гуру вообще, скорее такое слово ментор, наверное, ментор, наставник, да, может быть, я обучаю в 16-го года, сам продаю с 13-го года, про что многие не говорят, окей? Вам не нужно покупать с Китая, чтобы зарабатывать на Амазон. Это правда, ребят, на самом деле, зачем вам нужно покупать с Китая, когда вы можете покупать на локальных рынках, на местных рынках Амазон. Соответственно, если вы продаете в Америке, можете покупать у местных ритейлеров, либо у местных оптовиков. Если вы покупаете, естественно, продаете на Англии, вы делаете то же самое. К примеру, там, в Англии Smith Stoys, Argos Boots и так далее, или английские там оптовики. В Америке это будет там Walmart, Home Depot, Blaine's Farm and Fleet, там, не знаю, Coles, Marshalls и так далее. То есть ритейлер, либо поставщики там оптовики, там Price Master, там и Distribution и так далее. Вам не нужно покупать с Китая, чтобы начать зарабатывать. Почему-то все думают, что нужно идти именно на Алибабу и закупать товар подешевле, чтобы продать его подороже. Так это, на самом деле, не работает, ребят. Да, есть в этом доля правды, потому что есть такая модель, которая называется Private Label, которая, в принципе, не рекомендует делать на Амазон так и так. Это когда мы берем, заходим на Китай, ищем свой продукт, делаем из него, так сказать, улучшаем его, делаем свой бренд, и улучшаем продавать. Да, нужны инвестиции, там очень много подводных камней. И я эту модель просто не рекомендую. Кстати, у меня было отдельное видео на моем канале, ребят, в правом верхнем углу. Почему я не рекомендую Private Label? Можете его посмотреть. У меня постоянно спрашивают, Андрей, почему не Китай? Поговори больше про Китай и так далее. Я не хочу тратить свое время на разговоры о том, что, в принципе, мне неинтересно, и что, в принципе, я так и так не буду развивать как тему, и я не смогу просто вам помочь в этом, понимаете? И это... Есть много подводных камней, есть много минусов, плюсов. Ну, есть плюсы, да. Есть плюсы, конечно, работы по собственному бренду и так далее. Но также есть очень много минусов по работе именно по модели Private Label. Но Китай – это не, так сказать, не пуп земли, не вот... Не все, что касается товарки. Далеко не все. Покупать на местных рынках, получать быструю доставку и делать первую продажу в течение 10-15 дней – это то, что мы делаем с вами, ребят, на Amazon, а именно по модели Arbitrage, либо по модели Wholesale. Дальше второй момент, ребят, про который многие не говорят. Это 8 моментов, про которые не говорят другие продавцы для продажи на Amazon, либо менторы. Вам не нужно тратить средства для адвертайзмента, да. Это реклама ваших товаров. Вам не нужно тратить на это деньги, потому что Amazon делает все за вас. То есть, когда в нашей модели мы закупаем товар, который уже продается на Amazon, мы делаем Arbitrage, либо Wholesale, мы уже ставим товары на готовые листинги, на готовые товары, где уже, соответственно, есть рейтинг и есть продажи, есть движение. Поэтому вам не нужны средства, чтобы делать рекламу ваших продуктов. Amazon делает все это за нас. Вам не нужно 10 тысяч, чтобы начать. Даже 5, даже 3, даже 2. Вы можете начать с 300-400-500 долларов фунтов, где-либо вы не проживали, ребят, в любой валюте. Вы можете начать с пару сотен. Начать. Я не буду говорить, что вы будете зарабатывать, потому что это будет просто вранье. Вы не будете зарабатывать с 300-400 долларов. вы можете начать. Но именно, когда вам говорят, что вам нужно тысячи, чтобы начать, это полная ерунда, это полный бред. Вам не нужно большие накопления, чтобы начать. На самом деле, весь прогресс у людей происходит тогда, когда они на самом деле возьмут, начнут что-то и будут по этой вот... Они получат сначала мотивацию. Почему люди чаще всего не справляются? Почему люди чаще всего не становятся успешными? Потому что они еще до старта, они даже не начали. Они даже не стартовали. У них нету этой мотивации, которая придала им первая продажа. Вот эта первая продажа, это очень важно, ребят. Моя первая продажа, она закрепила концепцию именно самого бизнеса, концепцию самой модели. Первая продажа именно вселила в меня как бы и... Ну, именно понятие того, что это как бы работает, понятие самого успеха и так далее. То есть я понял, что товарка, именно товарный бизнес, он работает. И я, соответственно, дальше уже начал действовать по данной системе, по данной схеме. Вот. Поэтому первая продажа, она просто необходима. И чтобы ее сделать, нужно начать. И поэтому вам не нужно 10 тысяч иметь, чтобы стартовать. Нужно просто начать, а потом уже, как правило, люди привлекают дальнейшие инвестиции, потому что они увидели, что этот бизнес работает. Вот и все, ребят. Четвертый момент, ребят. У нас было уже три момента с вами, да. Люди, вот продавцы не поднимают силу тех же кредитных карточек, кэшбэк сайтов и так далее. И на самом деле мало кто про эти сайты вообще говорит и рассказывает. У меня много бесплатно информации, ребят, на YouTube-канале. У меня еще больше есть информации пошаговой, в том числе и поддержки и так далее. В моей программе FB Mastery на русском языке. Кстати, ссылочка внизу, ребят, в описании будет. Посмотрите. Это мое обучение с полной поддержкой, VIP-поддержкой FB Mastery. Ссылочка внизу. Также есть школа Amazon, интенсив программы, если она доступна. Вам повезло. Если нет, то она 2-3 раза в год запускается. Там это интенсив. Там меньше информации, но там такой более в плотном графике обучения и так далее. Многие не рассказывают даже про кэшбэк-сайты. Многие даже не рассказывают про, что есть вот такие сайты, как TopCashback, Befrugal, тоже Rakuten в Америке. Если вы в Америке живете, либо в Англии, то вы можете использовать кэшбэк-карточки. Вы можете использовать Амекс. Да, вы можете использовать дополнительные деньги, чтобы уже зарабатывать на покупке. То есть покупать товар на 100 долларов, на 100 фунтов, и автоматически обратно зарабатывать 10% уже именно с покупки товара. Поэтому, да, многие про это не говорят. К сожалению, это важная часть, важная составляющаяся именно бизнеса на Амазон. Окей? Дальше. Пятый такой момент, очень важный момент, про который тоже многие... Тут скорее не то, что не говорят, тут многие, скорее всего, говорят. Многие считают, что у вас будет заблокирован the suspended account по модели онлайн-арбитраж, по модели retail arbitrage. Соответственно, у вас он... Ну, у вас закроет аккаунт. Вам окажется, закроет аккаунт. Закроет аккаунт, suspended будет, да? Это ерунда полная, ребят. За 10 лет моей личной продажи на Амазон я не видел ни одного suspension'а. Именно навсегда были. Может быть, там банки какие-то, потом открывали аккаунты, потому что для Амазон модель retail онлайн-арбитраж это не та... Это неплохая модель. Это не модель, по которой, соответственно, нельзя зарабатывать, нельзя заниматься. По данной модели можно зарабатывать, по данной модели можно заниматься. И это модель, по которой мы будем с вами, ребят, конечно же, зарабатывать деньги. Смотрите, есть такая модель, она Амазон, которая называется dropshipping. В dropshipping конкретно, да, вы не можете осуществлять деятельность по данной модели, потому что она считается against terms of services, то есть она против правил самого Амазон, да? А именно конкретно в модели retail arbitrage, то вы ничего не нарушаете. Вы, по сути, покупаете товары, уже у вас чеки, у вас не инвойсы, как оптовиков, да, у вас потенциально может быть IP-комплейнт от бренда, да? И он попросит вас слезть с листинга, слезть конкретно с товара, да? Если вы слезете с товара, вы просто идете уже на другой товар, вот и все. Поэтому в этой модели, да, у вас проблем не будет, просто если вы неправильно товары продаете, у вас, возможно, будут просто такие затыки именно с продуктами, с товарами, которые вы конкретно выбираете. Но, опять же, тут уже очень важно именно иметь правильную тренировку и понимать, по какой стратегии вы выбираете товары и так далее. Поэтому аккаунты сами по себе не банятся по данной модели. И если вы хотите работать в чистую, полностью там в чистую, то можно заниматься той же моделью Amazon Holds и Amazon Opt, да? Дальше, ребят, смотрите, последние такие два момента, очень важные, да? Вам по-прежнему нужно будет вкладывать усилия, вкладываться, вот, вкладываться именно работать и вам что-то нужно делать. То есть FBA, Amazon FBA модель, да, это не то, что вы берете и вот просто вот Amazon делает все за вас. Вам нужно делать самое главное, это искать товары. Да, Amazon автоматизирует 90% моментов за вас, они делают почти все за вас, но вам нужно по-прежнему найти товар, отправить его на пропцентр, переупаковать. Ну, пропцентр, как правило, делает перепаковку за вас и потом товар уже идет на, соответственно, Amazon. И там уже Amazon распределяет товары, когда вы получаете продажу, он, естественно, берет, отправляет товары уже вашим покупателям и так далее. Да, такой момент присутствует, но вам прежде нужно находить товары. Либо вы ищите товары сами, либо вы используете виртуальных ассистентов и так далее. Кстати, этому тоже я ребят обучаю в моей программе FBA Master. Ассистенты – это важная составляющая вашего бизнеса. Я вообще сижу, сижу, не сижу, стою, облокотившись, так сижу, облокотившись, стою, записываю это видео, этот контент, да? И одновременно мои ассистенты шуршат. Сколько сейчас времени у нас, посмотрим, да? Они еще работают, еще полчаса до того, как они закончат свой шифт. Мои ассистенты находятся в Филиппинах, и у меня порядком там 10-15 человек, которые работают на меня на постоянной основе, ведут магазины, в том числе и магазины наших клиентов, сервиса Amazon Автомат под ключ, если вы слыхали, да? Ребят, ссылочки в описании тоже есть, да? Вот, подключение там и так далее, мои ООС-сделки ищут там. Ну, в общем, все эти моменты прорабатываются через ассистентов, чтобы понимать. Поэтому это очень важно понимать, что вам также нужно будет прилагать усилия, и без этого никак. Но вы должны понимать, что это работа в долгую, да? И что касается второго, вернее, второго, последнего момента, второго из последних двух моментов, да? Восьмого момента, про что, собственно, не говорят вам другие продавцы на Amazon и наставники, да? Важно понимать, что вы все-таки продаете в долгую. То есть это у нас марафон, это не гонка, это вы должны понимать сразу. То есть, опять же, я бы брал бы диапазон от 4 до 8 месяцев, чтобы увидеть первые, ну, не то, что первые результаты, а первый существенный доход там от 3 до 10 тысяч долларов в месяц. От 4 до 8 месяцев. Вы такие, вау, это классно, это круто. На самом деле, это классно, ребят. Многие работают по 40, по 45 лет на работе, зарабатывают одни и те же деньги, без повышения, без всего. Один раз, дай бог, в год уедут на холидей, на отпуск и живут от зарплаты до зарплаты. Зачем это нафиг надо, ребят? Это нам не интересно, нам не нужно, да? Поэтому, да, мы берем и, соответственно, рассматриваем эту бизнес-модель как в долгу. То есть, я записываю видео, ребят, в 2023 году. Я наверняка уверен, что я буду записывать точно такое же видео еще через 5 лет, через 10 лет и так далее. Я начинал в 2013 году, мне каждый год говорили, что Андрей, Амазон это все, Амазон овер, все, слишком много конкуренции. Ребята, конкуренции, как может быть слишком много конкуренции, когда Амазон постоянно добавляет новый продукт, когда Амазон постоянно повышает своему, оборачиваясь на платформе. Триллионы. Каждый год обновляется стата, сколько Амазон, насколько больше триллионов долларов Амазон сгенерировал на площадке. Амазон это гигант. И коммерция растет, все больше и больше людей приходят на платформу, покупают и продают тоже. Но именно, если сравнивать по цифрам, то намного, не хватает селлеров, не хватает продавцов, чтобы удовлетворить спрос, который есть онлайн, на самой площадке Амазон в коммерции. Тем более сейчас, после всех мировых событий, с тем же ковидом, когда многие просто перешли на онлайн. Даже старое поколение, которые вот заядлые были, что я только оффлайн покупаю, никаких сайтов, никаких интернетов, это зло. Сами понимаете, ребят. Поэтому смотрим в долгу и запрыгиваем именно сейчас. Именно сейчас, ребят. Надеюсь, вам это видео, ребят, понравилось. Надеюсь, вы что-то новое для себя узнали. Надеюсь, я смог развеять некоторые моменты, по которым вы наверняка постоянно слышите. Про рекламу, про то, что вам нужно 10 тысяч, что только Китай, это все. Ну, ребят, и самое главное, конечно же, виды заработков и понимание, что Амазон это игра в долгу. Вы сами должны это понимать. Поэтому, как так, ребят, здесь вам понравилось это видео еще раз, ребят, еще раз повторяюсь, повторюсь, да. Комментируйте слово гайд прямо сейчас, если вы хотите получить мой пошаговый гайд о заработке на Амазон. Также залайкайте это видео, ребят, если вам нравится, заходит в формат, где я просто свободно общаюсь, разруливаю какие-то темы. Опять же, я даже монтаж почти не накладываю на свои видео, ребят. Просто, как есть, говорю, вот выдаю информацию для вас, чтобы вам было полезно, самое главное, без воды, вот, максимально вжатые сроки и лайк, подписка, ребят, обязательно. Все обучения внизу, ссылочки внизу, мои приватные данные, также пишите в телеграм-канал мне, в мои соцсети, вот куда мне можете написать, в инстаграм, у меня русский инстаграм, тоже есть на русском языке, сейчас также ссылочка внизу в описании, я тоже его сейчас поднимаю потихонечку, там в основном контент, вот видео-контент, разные такие темки интересные и так далее. Тоже подписывайтесь, ребят, на русский инстаграм-канал, это очень важно. И, ребят, пишите, кто откуда смотрит, страна-город, если какие-то вопросы, пишите также в комментариях ниже. И, если есть какие-то вопросы по теме и не по теме Амазон, пишите, всегда рад помочь. Лично кидаю, лично кидаю, лично читаю, кидаю, читаю, кидаю свои комментарии, читаю ваши комментарии, когда есть время. Поэтому в комментариях пишите их обязательно, ребят. Все, всем еще раз спасибо и до следующего видео на канале. Пока-пока.